всех приветствую с вами я векан христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот видео называется израиль это народ вообще кто я думал долго как назвать и так и так бывает по 100 версии название себе придумываешь ну иудеи христиане или израиль и христиане хотите кто из них избранный народ божий кто из них избранные так называемые в библии есть разные словосочетания слова употребляющие говорящие там евро как народ божий дети света дети божьи да когда двойные слова есть слова в одно слово избранные святые какие там у нас еще есть писание но много разных вы помните христиане те же самые израиль и евреи иудеи ну евреи больше национальность но очень часто конечно еврей пересекается с вероисповеданием да иудаизм ну что не всякие православные русские русские православные да я никакой себе особый сегодня такой сценария проповеди слова своего не делал будут будут так вот что в голове есть в том плане повода вообще для ролика появил является то что я ну там очередные проповеди протестанты некоторого посмотрел и мы с ним даже имели потом личную беседу в скайпе я вот просто буду об этом сейчас говорить но немножко возьму больше не не обещаю раскрыть полностью тему там со всех сторон да то что в общем-то слушай прослушивание проповеди личная беседа конечно как всегда меня возмутило да и вот мне хотелось тем поделиться но тут возможно будет немножко однобоко потому что все будем смотреть все началось с книги откровения с апокалипс последних времен якобы я вам буду вот так сразу накидывать и тезисы и вероучения со мной вечно спорит там что-то да по поводу то что есть это в том что там протестантизм нет веру слушайте я говорю я сегодня ничего вам доказывать не буду если этого даже то что я говорю нет вероучения я лично слышу это там представители этого вероучения вот поэтому может быть я где-то могу ошибаться в каких таких вещах да но это не суть важно если это есть у одного человека представитель там то что он протестантизм значит может быть и у многих и то что этого нет даже где-то там под семью печатями богословие как орать слит это исповедует можно сказать что это есть богословие этой секты да вот и по поводу вот израиля что он там какой-то особый избранный народ божий что у бога есть вообще какой-то любимчик это вот израиль и он вообще отделен вот ото всех это такой тезис постулат именно протестантизм насколько я сталкивался это какая-то беда просто я вам сразу скажу и заявляю сюда что протестантизм не знает истины не знает истины она от него полностью закрыта тот проповедник он не просто протестант проповедник которую я слушал с которым там пообщался у него все евангелие вмещается в одну фразу который я вам постоянно говорю мне все время кто не верит кто тоже пытается со мной спорить он говорит что человек спасен по вере плюс ничего вот я вам прям прям дословно цитирую как звучит его евангелие которую он говорит практически в каждых своих проповедях вот это ужасная фраза это евангелие дьявола это ничего общего с евангелием с жизнью учения высота христа не имеет человек спасается не иван не 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 спасением не верую вас в искупительную жертву иисуса христа плюс ничего человек спасается и достигает бога богоподобие совершенства только в любви в конце буду говорить чем я ему оперировала конечно бить-то ему нечем было потому что протестантий протестантское учение стоит на лжи и она очень легко разоблачается элементарно приличной беседе конечно может принимать можешь не принимать но для человека познавшего истину нет и никакой сложности общаться с уже и уже учителями потому что все это очень легко развеивается вот ну давайте поговорим прежде всего вот во первых я вам хочу все таки вот ими я хоть у ремнику сценарий нет но я вы знаете люблю масштабы люблю такие все все объемлющие вещи и по поводу вообще ведь библия очень часто называет книга и твой бога общения или ч в общении человека с богом история взаимодействия человека с богом да и вот если мы возьмем шкалу времени от начала от сотворения адам и сьем возьмем за нолик эту шкалу у нас был най возьмём за единичку у нас был авраам возьмем за двоечку у нас был моисей Возьмем за троечку И у нас уже есть Иисус Христос Возьмем за четверочку Это такие на шкале Истории человечества Особенно библейской истории Кто знает Это такие яркие пятны Бога общения Ноль С чего все началось Можно было конечно единичкой назвать Ну ладно, я почему-то ноль От нуля все начинается Единичка это уже где-то да Ноль-то где-то там, а это период Началось в Садам и Евы Вы помните, что Бог прямо разговаривает с человеком Более того заповедь Не творить зла и творить добро Возделать и хранить рай То есть землю, которую Бог дал Была дана одному человеку Еще был не Адам и не Ева Это был просто один человек по образу и подобию Одного единого Бога Иисуса Христа сотворенный И ему дана была заповедь Вы помните, он ее нарушает То есть мы с вами видим, так скажем, пять историй Первое Бог, как президент любит выражаться Работает с одним человеком Да, ну в общем-то Мы сейчас все это будем Разговаривать на фоне еще раз Избранности, да Кто такие избранные? Кто такие избранные? Я так сокращенно напишу Кто такие избранные? Ну, прежде всего Избирать это значит Есть множество А я избираю что-то Маленькое, что-то отдельное Что-то вот меньше Всеобщего, да Ну, избирать Между первым человеком и никем не было Да, вот как раз По словам этого проповедника Вот он один и больше ничего Выбирать не из кого было Бог как бы прямо нам показывает Первое заповедь дана одному человеку Ну, потом горизонтально, не забывайте Бог разделил человека на мужчину и женщину На Адам и с Евой Они были абсолютно равны Никто ни над кем не возвышался Не унижался Они были абсолютно равными Такими духовными плотскими существами, да Что? Он или уже в лице двух Они это не исполнили, да То есть Бог сначала напрямую Взаимодействует с одним человеком Что у нас? Красненьким сейчас возьмем Красненький У нас тут по этой позиции косяк Бог начинает Как протестантским языком выражаться Работать с кем? С семьей Ной Жена Дети Как там невестки Или как называется Начинает работать с одним человеком Но идеальный человек Абсолютно нет Кто посмотрит со мной чтение Последовательное чтение книги Бытие Тот увидит, что Ной не смог даже отвалиться От трупожорства Которое было запрещено в раю И именно тот грех, который первый совершили Адам с Евой Убив первое животное и пожрав его труп За что и вкусили смерть И были одеты в кожаные одежды Именно за то, что совершили этот грех Убийство животного Беззащитного животного Которого мы должны оберегать И заботиться о природе Как о своих детях Потому что животное Уровень их развития Не превышает пятилетних детей Но и не смог этого отвалиться Его дети, его семья Не смогла отвалиться от грехов Друг друга точно так же стали Все гадости делать С Ноем как Божий план Успех имел? Нет, он провалился Но, как мы видим Я там показывал Кто посмотрите Нельзя вырывать стихи из 9 главы Не понимая книгу Бытие Первой книги Библии От начала Да Его никто никакие жертвы Не просил приносить Он сам не смог отвалиться От, как говорят Первородного Прародительского греха Убийства беззащитных живых существ Чего не было от начала Богом сотверено Ибо Бог есть любовь Дальше Бог берет побольше Кого он берет У нас под номеркой По циферкой 2 Это Авраам Авраам это уже не просто семья Это уже маленькое племя такое Это уже небольшая семья Не важно Там по Библии точные цифры Я не помню была там или нет Ну не важно Считается, что это была уже Небольшая такая община То есть все-таки Ной Это Я ты Папа, мама Я Огромная семья Да Как это там где-то в шутке сказано Вот Но действительно Это вот Немножко совсем Да Вот там Трое сыновей Невестки все эти Да Авраам это уже Ну пусть у него там даже В стане, как это говорят Они ходили Может 50 Может 100 Может 500 даже человек Их было Неизвестно Но это все равно Это уже Это конечно не семья Это уже разные там Люди все-таки Это не одна семья Где есть муж, жена И дальше пошло дерево Да Нет Это уже Это уже вот Разные-разные люди Еще когда-то Там у него и слуги И рабы У того же самого Авраама Да Авраам святой Нет Авраам ничем не брезговал Тем же самым убийством Животным, убийством людей Те же самых Он ни капельки не брезговал Когда Бог Да Так скажем Попросил его принести сына В жертву Потому что вокруг все приносили Бог ему хотел явить Что он не такой На самом деле Как о нем думают окружающие Авраам тут же пошел Убивать своего собственного сына Да Убивал налево и направо Всех там Этих Людей Пусть и врагов Да В этом есть Бог Нет Бог еще Ною сказал Что Кто поднимет руку На такого же человека Как он Тут будет сам убит Этим мечом Да Потому что Все мы два раза От одного человека От Адама с Евой Потом от Ноя Поэтому убивать Никого нельзя Авраам этим чем-нибудь брезговал Конечно нет Сколько раз жену его в Египте Да Царь египетский Себе брал Авраам от нее Спокойненько отрекался Да Так скажем Говорил, что это сестра моя Авраам святой Нет Его дети святые Ооо Там вообще Да Я уж молчу Про 12 колен Израиля Да Вот Следующий у нас Моисей Моисей это уже народ Это когда Израиль Ну по сути Потомки Авраама Просто разножились до такого Что стал ну прям Еврейский народ Да Ну Авраам Исаак и Аков И Аков Израиль кто знает Переименован был Богом Вборющийся с Богом Еще раз Кстати Сегодня очень важно В принципе у меня есть похожий ролик Я его добавлю по ссылке В описании к ролику В первом закрепленном комментарии Если забуду Напомните мне в комментариях Чтобы я это сделал Ну в подсказке Если не забуду У меня есть ролик Что Израиль Это борющийся с Богом Вот Я кстати вспомнил Сейчас прям походу Я до этого думал Ну где-то я же что-то Я же не раз конечно Об Израиле там говорил Вот я сейчас вспомнил Напомните мне Я его Это очень интересно понять Что когда Яков был Переименован в Израиле Израиль переводится Есть лживое толкование Что это там Видящий Бога Нет Он был переименован Когда он боролся Кто помнит Да Боролся с Богом Именно поэтому Израиль переводится Как борющийся с Богом Стефан Ученик Христа Будучи Ну В большой речи До своего побиения Камнями Кто помнит Описано На 7 главе Деяния апостолов Он так и сказал Синдерионе Всем евреям Израильтянам Говорит Вы все время Противитесь Духу Святому То есть Богу Как и отцы ваши От начала От Израиля Да Вот Израиль это Бога противник По сути Это дьявол Дьявол Переводится Как Сатанат Кто знает Дьявол Противящийся Богу Переводится По сути Вот Израиль Это Бога Бога борец Бога противник Ну правильно Бога борец Если дословно Борящийся с Богом Если в одно слово Бога борец Очень важно И просто Это уже разрослось До такого количества Что это уже называется народом Кто помнит Что считается Что из египетского плена Когда Моисей выводил их Их было около 600 тысяч А в пустыне уже После 40 лет Странства У них стало полтора миллиона То есть это уже конечно Не маленькая семейка Это огромное число людей Вот Бог Как и протестанты И с ними работал Получилось что Ничего не получилось Тоже минус Ну Иисус приходит Куда Уже ко всему человечеству Несмотря на то Что он приходит По плоти Через евреев В еврейском народе Это только для того Что последний Кого они примут Антихрист Будет именно Из еврейского народа Только поэтому Иисус пришел Не в каком-либо Другом народе А в этом Вот Ну и вообще На протяжении Всей этой цепочки На всех этих Катастроф Которые Бог потерпел И терпит неудачи На самом деле И когда Иисус пришел Ко всему человечеству Его окончательно Отверг Израиль И его язычники Хоть и приняли Потом всю жизнь Ну если так Рассматривать Какие-то народы Какие-то люди Отрекались И в оконцовке Считается что Отрекутся все язычники И примут антихриста Да Вот И там наоборот Будет единственное Ну там не все Понятно Это вот такие фразы Тоже все Это не все Как в принципе И не весь Израиль В концовке До сих пор Есть евреи Верующие Уверовавшие Уверяющиеся Как в будущем Сказать да В Иисуса Принимают Который Иисус Такие есть да То есть это Такие слова Как абсолютные Надо я говорю Конечно не прям В математическом смысле А ну просто Для контраста Да Вот Ну чтобы показать Действительно максимально Конечно верующих евреев Во Христа Очень мало Действительно так Вот Но Они есть да Вот Поэтому когда мы говорим Что Израиль весь отвалился На самом деле не весь И ты считаешь как в конце В времена Антихриста Его царство Израиль Просияет Действительно Вера во Христа Именно В евреевском народе Видимо Очень сильно Воссияет да Как сказано Эта ветвь привьется Обратно к лозе Христовой Да То язычники В основной своей массе Наоборот Опять отколются Язычниками Когда вот в этом контексте Мы сегодня с вами Говорить будем Конечно я буду Подразумевать Всех То есть мы делим Вот как протестанты любят Мы делим на Израиля На потомков На потомков Иакова Некого Внука Авраама Да И весь остальной народ Их я буду называть Язычниками Так у меня будет С уст моих Слетать Это я уже уверен Поэтому заранее вам Говорю То есть по сути Иисусу можно тоже Это все Как все говорю Вменить в катастрофу Ничего у него не получилось Израиль целиком Отвалился И все язычники По идее конечно Воссиял Бог Среди язычников Но В концовке Как бы тоже Все потерпит Катастрофу Да Но это так Вот Почему был Избраны конкретные люди Здесь два есть момента Первое Я всем говорю Это просто лотерея Богу На примере Кого-то Ну Первый человек Там без вариантов Просто первый человек Ну Хорошо Но Избрал Говорить Что Бог избрал Самого хорошего Да Где-то так То есть Но в принципе Среди своих Среди своих Сомременников Действительно Был самый лучший Он был идеальным Нет Был он лучшим Их всех Возможно Был ли лучший Уже Авраам Среди всех Это уже большой вопрос Моисей Ну это вообще Я всем говорю Упаси меня Бог От Царства Небесного С Моисеем С тем Моисеем Который когда-то жил Я не сомневаюсь Что он не раз Перевоплотился Уже изменился Возможно Я этот самый Моисей Но Моисей Того времени Упаси меня Бог От такого царства С такими святыми Да Вот В чем их избранность Кого-то все равно Надо было избрать Здесь избранность Чтобы показать На примере Кого-то Как хотите Когда брошенная Монета Лотерея Как называется Слово вылетело Жребий бросается Да Это все случайность Ну и Всегда Я говорю Слушайте Когда вы говорите Об избранности Евреев А потом избранности Даже христиан Со времен Иисуса Христа Вот у нас Под четвертой цифрочкой Был Вы не забывайте О словах Иисуса Который сказал Что врач приходит К них больному И неправедники Имеют нужду в покаянии Я говорю А вы про это почему-то Вы знаете Вы себя называете Христианами А смотрите на все Через призму чего Ветхого завета Бог благословляет Значит хороший Богатый Значит хороший Да В славе царь Значит Богом Любимчик Нет Иисус сказал Наоборот Все святые Праведники Всегда будут без власти Без славы Да И Будут жить Не знаю Что завтра будет есть Он все это Отверх в пустыне Хлеба, зрелища, славы и власти Нет Нездоровые имеют Нужду во враче Так может быть Но это был Не такой уж и святой А может быть И Аврам был Да Имел нужду во враче А может быть И Моисей Тоже не забывайте О словах Иисуса Это очень важно Несмотря на то Что это Новый завет Вы скажете Это ветхий Но нет Мы как раз На призму Ветхого завета Смотрим всегда Глазами Христа Так как это делал Христос Христос всегда На ветхий завет Смотрел Всегда глазами истины Любви, свободы, вечной жизни Если хотите Оттуда выбирал Все соответствующее Любви, свободы И вечной жизни И подавалось Если хотите Все это только в этом В этом соусе Это очень важно понимать Поэтому я делаю То же самое Что делал Иисус Да Смотреть грешными глазами Оправдывать грехи Ни в коем случае Глядя на ветхий завет Детям Божьим Детям Света Христианам Невозможно Это будет грех Это будет зло Это будет неправда Вот по поводу Этой избранности А христианами Кто становились Разве это не Это избранные По своей праведности Тут мне хочется Прямо словами протестантов Тут даже Так скажем В хорошем смысле Подать эти слова Действительно Разве так Разве не грешники Разве не грешники каются Да Очень важно Так эти избранные христиане Они кто были Супер праведниками Им не хватало Просто спасения По вере Да Нет Это самые настоящие Грешники Про себя могу сказать Как и Павел Азмь Есть Первый из них Да Это очень важно Это очень важно Да Вот Избранность не говорит О том Что ты супер-пупер Какой-то Вот Поэтому Насчет этого Я надеюсь Вам эта предыстория Понятно Да То есть Вся эта избранность Вся эта нас С Израилем Ничего тут великого В этом нет Вся эта избранность Их была первая Это жребий На ком-то Надо было На каком-то народе Как бы он ни назывался Вон Откройте Ветхий завет Во времена С кем там Потом Израиль Воевал Моавитяне Моавитяне Все эти Кто там Ток народ По жребию Мог выпасть На любой народ Это абсолютно Не имеет никакого значения Все кто там Вот протестантов У них какой-то Прям фетиш Прям фетиш По избранному народу Это какая-то Страшная беда Это просто Отрицание Непонимание Истины Что Бог Есть абсолютная любовь Бог любит Все свое творение Более того Он всячески Во всем Своем творении Присутствует Он любит Моавитян Амонитян Не меньше Чем Израиль Как же это Не понять Не понимает Это я всегда говорю Потому что протестантизм Отрицает Что Бог Есть любовь На словах Они поют Песни Проповеди Мог говорить Словосочетания Тупреблять На делах Как Иисус сказал Они этого Не признают Я назвал Вот это вообще Вот то что Где протестантизм Я как говорю В основном Да не важно Это может быть Отдельный человек Он может быть В любой секте Православие Католицизм Еще в какой-нибудь Имени одного У меня Этой секте Неважно Или наоборот Целыми группами Все это исповедовать Я назвал Такой Национализм Во Христе Вплоть до нацизма Да И не раз Это переваливало До нацизма Посмотрите Те же самые протестанты На суть С этим Израилем Я вот Знаете Я тоже удивляюсь Все время Хочется сказать Слушайте Вы своего же Лютера Этого читали Он же был антисемитом Чистой воды Он просто ненавидел Евреев Казалось бы Потом протестантизм С этим Израилем Насыется Как умалишенный Орел У них просто Какой-то фетиш Они готовы им Туфли целовать Там Израиль 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 будет там Где-то вообще Прям с Богом У них там Своё местечко Будет где-то Да Да вы почитайте Лютера Он же Просто ненавидел Евреев Откуда в Германии Нацизм Одно из этих Тоже Вы думаете Прям Да Гитлер Может сказать Как говорит Неверующий Там был Понятно Да Ну а думаете Народ взнуздывается Почему Так легко Почему в России Рашисты Голову так воспряли Да потому что Их эта православная секта В этом нацизме И воспевала Всё время Вы избранные Православные Все остальные Да Только Настолько Их в рашизме В этом вырастили Что им уже Они вон идут Все готовились К войне с Китаем Их там взнуздывали Вот Надо будет На нашу веру Православную подать Будем бороться С НАТО По сути НАТО Это все страны Европа Америка Протестанты Китай там вообще Богохульники Неверующие Атеисты Да Только Да взнуздывали их так Что они вон спокойно Идут своих православных Режут на Украине Да Вот к чему Всё это приводит Вот этот вот Национализм во Христе Под каким бы Сладким соусом Вам это не подавали И что якобы В Библии же Вот написано Ведь протестанты Там просто Да Голову отдаст На сечение Вот же в Библии написано Избранно Избранно Упрется в это слово Понятно Я все говорю Слушайте Там цепочка Я вот сколько проповедь не говорю Почему такие огромные проповеди Потому что я В одном слое Должен все сказать Что вот это вот Пока вы не отречетесь То что Библия Слово Божье Что вся она Духом Святым Там написано Всеми этим Святым мужами Пока вы не поймете Что Писание Человеческое Что это восприятие Человеческое Что вся Библия Написана Языком Бог хороший Бог плохой А я хороший Еще от Адама Ева Которые тыкали Богу Это ты во всем виноват Что мы тут согрешили Пали Вся Библия Так написано Я при чтении Библии Ветхого Завета На канале Христолюб Чтение Библийных Писаний Сразу даю Вот эти вот Критерии Вот эти вот Кривые Линзы На которые мы смотрим Сразу меняю На чистые Вот если вы Вот это Вот это Вот это Вот уберете Будете вот через Такие Скрипичные Ключи Слушать эту музыку Вначале Правильно поставив Тогда вы услышите Сладкие песни А если у вас там Будет кривой ключ Кривой правил Как известно Все уродует Да А то она и правила А если она кривая Все будет кривым Это очень важно Конечно же Самый важный критерий Без которого Вообще Ничего человек Не может познать Это святая жизнь Святая жизнь В добре В любви Ко всему Божьему творению К животным К растениям К людям К духам Даже злобы Без этого Вообще Вы ничего не поймете Вы никогда не поймете Потому что у вас нет любви Потому что бог Есть любовь Только любовь Открывает Всю истину Потому что Истина и есть Любовь Когда ты это познешь А любовь Ни кого не делит На этом канале Найдите ролик Любовь не разделяет Павелонская башня Я его там назвал Да Как-то так Любовь никого Не делит Это очень важно Любовь никого Не делит Ни на каких весах Она никого Не взвешивает Протестанты не признают на деле, в сущности своей, что Бог один, Он есть любовь. Он всячески во всем в своем творении. И не хочет смерти грешника, но хочет, чтобы обратился и жив был. Человек, познавший любовь, никогда никого не делит. Он никогда никого не взвешивает. Павел правильно писал, что даже, действительно, когда человек это понимает, понимает, что мир – это тело Христово, весь мир, не только христиане. Это вначале ему кажется, что это только христиане. Потом он понимает, что это весь мир. И как человек, любя свое тело, говорит, кому не нужен ноготочек, мизинчик, ухо, нос. И не важно, что они разные функции выполняют. И чем-то я в жизни чаще пользуюсь, кажется, чем-то менее часто. И без глаза, казалось бы, можно жить. Но мне все дорого. Когда люди понимают, что Бог всячески во всем, что все – это и есть Бог. Все его творения, все его тело. Ты понимаешь, что Бог любит, и никто не хочет, чтобы у него что-нибудь пропало. Когда ты приходишь в такое состояние, у тебя больше такой вот чепухи нет. Конечно же, протестанты не знают истины. Там есть люди, возможно, я всегда говорю, люди. Но в основной своей массе и учения, и вероисповедания, там есть, которые, может, там сидят, тоже так одним ухом что-то там прослушают, а живет он абсолютно по-другому. И в конце я вам расскажу реальную историю нашего общения. Я говорю, я побеседовал недавно, мы эту запись согласовали не делать публично, но заранее договорились. Ну, мы просто ее записали. Ну, там на разные темы беседовали. Я бы вам мог доказать, но кто меня знает, поверит мне на слово. И я как бы говорил, до чего все это можно довести, и сегодня на живом примере покажу. Расскажу, как это было, и что действительно это вот именно так. И к чему это приводит? К отрицанию истины, к богохульству, к хулену Святого Духа. По поводу дальше этого избранности Израиля. В принципе, мы уже потихоньку переходим к тому, я вам как бы всю эту окоемку так обрисовал, к нашему разговору, да, из чего у нас началось книги Откровения. Вот этот проповедник считает, что книга Откровения, она отдана к Израилю. Он верит в доскорбное восхищение церкви. Церкви – это те люди, неважно, это может быть евреи, но все это должно быть вот до книги Откровения. Он верит, что книга Откровения есть Великая Скорбь, она же Семилетие. И до него, до него, не во время него, где-то там это описано, а до всех этих, как печати начинает открываться, христиан, так называемых, это те, кто до этого времени уверует во Христа, как он говорит, в его искупительную жертву и плюс ничего, он так выражается. Ничего, никаких дел, ни святой жизни, просто вера во Христа плюс ничего. Он прям так и говорит, это не я придумал, мне эта фраза его вообще убила. Потому что я уж раньше обо всем-то говорил, но когда я это в очередной раз услышал, я сейчас редко кого смотрю, но так вот мне поделились на его контент ссылка, я посмотрел. Вот эта фраза, она меня просто убила, это просто богохульство. Что все, что человеку нужно для попадания в небесное царство – это вера в искупительную жертву плюс ничего. Это отвратительно, это богохульство. Это учение дьявола, это религия дьявола, Евангелие дьявола. Она ничего общего с жизнью, учением Иисуса Христа не имеет. И так как, кто знает, в откровении, я говорю, вас сегодня текстами загружать не буду, буду так в свободе слова говорить. Уж кто знает, тот знает Библию. Другие просто послушают, хотят, пусть ищут, проверяют. Да, в откровении есть места, там где вот 144 тысячи из одного колена, из другого. Кто любит вот эти места тоже, что вот, тут же речь о евреях. Хотя, этот проповедник не отрицает, что там полно мест, где будет написано, каяться и все остальные язычники. И он уже говорит, что это уже не церковь. Я ему все время говорю, слушай, там же прямо написано. За Слово Божие, кто будет умирать, там будут мученики самые настоящие. А считается, что это вообще образ и подобие жизни, пути Христа, когда ты умираешь за веру, за любовь, являя жертвенную любовь, пытаешься победить зло добром, да, воссиять, вот. Я говорю, это кто? Это не церковь Христова? Такое вот юление, ответить он, я говорю, чем вот эти, вот чем они? Написано, за веру во Христа они умирали, и добрые дела шли за ними в небесное царство. Кто знает все эти в откровениях места, да? Я говорю, вот эти кто? Вот все мученики, кто под престолом Божиим написан, кто перед престолом Божиим, все, кто будет обезглавлены. Не принимая начертания. Я говорю, и это что? Не церковь Христова? Почему-то церковь Христова отделила вот до откровения. Только потому, что он себе придумал доскорбное восхищение церкви, которое не имеет места вообще тоже в жизни учения Иисуса Христа, в Евангелии, в Новом Саиде. Это все придумки лживые, придумки человеков. Никакого доскорбного восхищения церкви не существует. Церковь будет существовать до второго пришествия Иисуса Христа, его встречать будут. Кто-то будет воскресать из мертвых в нетленной плоти, кто-то будет изменяться. Об этом Иисус нам прямо сказал. И Павел, который они извращают, говорил именно об этом. Когда мы с ним, я стал развивать эту тему, мы много о чем говорили, но я сегодня буду развивать чисто об Израиле. Мы там много чего говорили, много о чем я ему свидетельствовал, пытался об истине. Много чего мог бы рассказать отвратительного о протестантизме, что я в очередной раз и знал, и лишний раз просто слышал. Вот этот человек, у него есть канал на Ютубе достаточно, как всегда, в десять, в сотни раз больше моего. Докатились до того, вот к чему я говорю. Я это уже, я когда развиваем и с ним общаемся, я уже чувствую, как к этому катится. Если честно, вот так вживую и в первый раз об этом услышал. Да, что оказывается, во-первых, да, что как бы вот есть избранные, в принципе, чуть ли не везде, где в Новом Завете говорится об избранных, говорится о евреях. Ну, не везде, в посланиях вроде как нет, хотя тоже в посланиях вроде как нет, потому что именно члены церкви, я говорю, апостолы это кто? Это церковь Христова? Он, ну да. Я говорю, ну а вот эти кто тогда? Первые. Их же тоже апостолы называют, и избранными в том числе употребляют эту фразу. Именно применяя к ученикам Христовым уже, к последователям, то есть к людям Нового Завета, кто живет святой жизнью по образу и подобию Иисуса Христа, идет путем его, по стопам его. А он говорит, вот как бы в Евангелии избранными Иисус называет всегда как бы Израиль, как бы к нему обращается, к нему речь, то есть в принципе христианин, когда читает Евангелие, к нему это не относится. В оконцовке договорились до того, я уже это понял, да, вообще протестантизм это отвратительное учение, которое считает, что апостол Павел, который вообще даже не был учеником Иисуса, который ничего вообще не говорил о Евангелии, он ничего не говорил об Иисусе Христе практически, да, он пишет свои послания, свое умозаключение, на его речах строит Новый Завет якобы. Я говорю, а куда вы все Евангелие выкинули? А куда вы выкинули Якова, апостола Иоанна, Петра? В оконцовке выяснилось, что только Евангелие от Иоанна направлено к язычникам. Матфей, Марк, Лука, это все для евреев. Я упрямо спрашиваю, вы прекрасно знаете, кто меня давно слушает, кто сам считает себя христианином, кто познал истину, что суть истины в том, что Бог есть абсолютная любовь. А значит, верх ее проявления в этом мире, в котором все мы с вами живем, в мире, лежащем во зле, это проявление этой любви в жертве, когда тебя будут даже бить, убивать, лишать тебе имущества, здоровья. Во всех этих ситуациях, когда против тебя творят зло, ты все равно отвечаешь добром на зло, и пидаешься зло победить добром. Даже до самой смерти, даже до смерти крестной, как это делал наш Учитель и Бог Любовь, явившийся во плоти. Самый центр христианства, Нагорная проповедь. Иисус говорит, вам сказано древним, то есть израильтянам, а я говорю вам, да, а я говорю вам, что, любите врагов ваши. Я им прямо говорю, это для кого? Он говорит, для евреев. К христианам это не имеет никакого отношения. Я выпал просто. Я когда первый раз от него это услышал, ну я еще услышал в проповедях, я честно вам себя говорю, когда я пытаюсь изучить даже любое лживое мировоззрение, я достаточно объективен, и я способен отстраниться от всех своих предрассудков или убежденности, и попытаться встать на сторону того же самого проповедника и вникнуть. Вот какие аргументы. Вы прекрасно знаете, я бы три года не записывал ролики о веганстве, о сектах, об этих православиях, если бы я не вникал. Достаточно моей серии выпусков по веганству, это не веган потому что, там около 40 видео. То есть по сути ты вникаешь в каждый аргумент трупожоров и пытаешься его, дать ответ на него, чем я и занимался. То есть ты не говоришь просто, а лохи, дураки, идиоты, ничего не понимаете, бессердечно. Я хоть такие фразы употребляю, но я употребляю их аргументированно. Как Иисус сказал, вы дети дьявола, потому что ищите убить меня. Я и говорю, вы тупые, потому что... Потому что когда вы видите своими глазами, что животное вопит так, что внутри все кровь стынет, неужели ты тупой, не понимаешь, что ей больно? Понимаешь. Так неужели ты тупой, чтобы не делать этого? Вот. Это очень важно, да? И, конечно же, когда я это видел в роликах, слышал, я, конечно, обалдевал. Я понимал, что к этому дойдет. Я сам лично, вот так, чтобы, как вы говорите, тоже бездоказательно. У меня такое тоже впервые, уж сколько лет, вы знаете, да? Ну, я сейчас сам уже особо ограничиваюсь в общении. Да, у меня столько уже видео, вы знаете, прекрасно, за более 6 лет, уже 7 лет, скоро на Ютубе, да? Через пару месяцев. Конечно, я уже только записал, что когда люди что-то мне пытаются там вынести мозг или спрашивают, или задают вопросы, я просто сбрасываю свои ролики, да? И мало с кем сам вступаю в контакт. Но все-таки человек-блогер, проповедник, пошел на контакт, я ему написал. Вот. Я говорю, мне все-таки захотелось, отчасти у меня были вопросы, в общем, ну, там много разных целей, говорю, мы много успели обсудить, как всегда вы, если видели мои беседы, когда я начинал, по 4-5 часов, кто видел, я выкладывал беседы, ролики наши записанные. Вот. Причем некоторые, одни за другим, я писал, люди со мной созванивались, или я там кому-то назначал беседу. Вот. И, конечно, вот до чего мы докатились. Я обалдел, конечно. Я понимал, почему это происходит. Я все это вижу. Потому что протестантизм, как я много раз говорил, еще раз повторяюсь, этот человек очередным свидетельством для меня явился, что они отрицают, что Бог есть любовь. Я ему, конечно же, вы знаете, я вот, я ему сказал, что достаточно, знаете, для протестантизма достаточно одного аргумента. Они очень любят ссылаться на апостола Павла. У апостола Павла столько сказано о любви. Ну, знаете, вот меня даже протестанты удивляют. Одно из самых известных мест это гимн о любви апостола Павла в первом послании к Оринфянам, 13 глава. Ее даже выделили в отдельную главу, сколько там, 10-12 тихов где-то, да? Где Павел говорит о том, что если он даже или кто-то будет иметь такую веру, не просто в Иисуса Христа, как историческая личность, что Бог когда-то приходил на землю, или там Сын Божий воплотился, да? Не просто в это верить. Верить даже в искупительную жертву. Представляете, как он напряжется, человек, что аж поверит еще и не просто в Иисуса Христа, в исторического, но еще и в то, что вот он за него все грехи искупил. В это такой труд невероятный. Да, ведь Царство Божье силой берется, и кто понуждает себя, восхищает его. Да. Всякие, идущие за Иисусом и не несущие креста своего, не достоин меня, Иисус говорит, и не идет за мной. Идет в другой, только кажется, ему только мерещится призрак, что он идет за мной. Он идет в другую сторону. Это и протестантов не интересует. Это все, это все к Израилю. Это они пусть там кресты относят, что современники Иисуса, что израильтяне последних времен. Это все не к нам. Это не к протестантам, не к христианам, каких они пытаются сделать, да, благодаря своим лживым мучениям. Это все нет. Я говорю, что Павел говорит о том, что даже если он будет иметь веру не только такую, но и которую можно будет горы переставлять, я говорю, слушай, кто из вас горы умеет веры, иметь такую веру, что и горы перестать верить в Иисуса Христа, в историческую личность и его искупительную жертву за мои грехи. Это, вот как он говорит, это ничего, плюс ничего. Вот это вот ничего как раз. Это у тебя ничего, плюс ничего. Это ничего. Это труда, усилия, человека никакой, ничто не требуется. Ничего абсолютно от него, никаких усилий. Где что-то усилить Царствие Небесное? Сказать, что да, я верю. Что? Павел говорит, что если я любви не имею, вот тогда и действительно ничто. Я его, конечно, обличил, сказав это, ему, естественно, бить было нечем. Вряд ли он изменится, но я просто вижу по глазам, по поведению. Столько лет он старше меня. христианин тоже в три раза дольше, чем я. Может ли, такой закоренелый протестант, он может даже вышел, по-моему, стал, так скажем, свободным, но это только по плоти. Но и то не стал, он там все равно то к тем примкнет, то к тем. Но по духу-то. Они все это оттуда оставляют у себя, в сердце. Павел говорит, если я любви не имею, я ничто. Ноль. Ноль абсолютно без палки. Ноль ничего. От слова совсем он говорит. Вот если я любви не имею, какую бы я веру не имел? Если я любви не имею, я ничто. Только этим достаточно разбивать это лживое учение протестантизма, что достаточно спасения в искупительную веру в Союз Христа, плюс ничего. Если любви в тебе нет, совершенства в любви, ты ноль. Ты ничто абсолютное. Конечно же, вот через призму этого всего я понял, что вот к чему доводит вот это все. Вы знаете, это как Иисус говорил, что это замкнутый круг. Я свет пришел в мир, но вы не идете ко свету, потому что дела ваши тьмы. Казалось бы, чтобы прийти к Иисусу, к свету, к познанию истины, нужно идти, тогда ты познаешь и станешь святым. А тут же он говорит, потому что дела ваши злые. То есть, по сути, вы грешники, вы тьма, вы не свет. Были бы вы светом, вы бы шли ко мне. Казалось бы, курица или яйцо. Слово или мысль сначала. Что вперед-то? Я должен сначала сделать и стать святым. Или я сначала должен пожелать стать святым, потом сделал. Это извечный вопрос. Бог или материя, курица или яйцо, кто первый появился? Это замкнутый круг. В конце, когда мы окажемся в вечности, как я вам всегда, пропадет конец, пропадет ленья, пропадет и начало. Да, мы будем без начала, без конца. Но в пространственном временном измерении это не имеет никакого значения. Мы на точке, когда нас касается Бог, кто-то услышал слово о Христе, это не важно. Мы сегодня начинаем слышать и меняться. Меняться и еще больше уразумеваем слухом, кто проходил настоящий путь христианской жизни, жизни святой, стремления к совершенству, в любви, к чему Павел тоже сам все время призывал, чтобы быть святым и непорочным пред ним в любви. Не в вере. Святым и непорочным в любви. Не хотя, ни разу. Я про этого проповедника знаете, что скажу? Я за два дня пересмотрел у него год каналу, но до этого он был на каких-то совместных проектах, а это он открыл свой канал. Ему ровно год. Больше 40 видео продолжительностью от 10 до 15 минут в среднем. тайминг. Я за два дня просмотрел их всех. Человек за 40 там с чем-то видео ни разу не употребил слово любовь. Слово! Я уж молчу, как всегда, что в это вкладывать. Под любовью можно все что угодно понимать. Люби ближние, от врага свою тоже любовь, как думает весь мир. Нет, в любовь можно все что угодно вложить. Защити родину, убей другого. Нет, даже слово. Я уж молчу, что под это было бы вложено. Слово человек этого не употребляет. Это проповедь Евангелия. Слово, которое преизобилует Новый Завет. Просто. И которое есть сущность бытия. Иоанн Богослов говорит в своем послании, что только пребывающий в любви, не в вере, в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Нелюбящий не знает Бога. Кто любит, тот познал Бога, потому что Бог есть любовь. Отсюда все. Как видите, слушайте, сколько только я, вот заметьте, я все говорю, как отличить, как Сускал, по плодам и по словам. Ну, слова-то тоже плоды. На канале ничего о любви к человеку, к животным, к природе. От слова совсем. Об Антихристе, о последних временах, о восхищении церкви, о чем угодно. Ни единого слова о любви или доброте к миру тебя окружающего. Именно отсюда все вот это, понимаете, кого-то что-то разделить, Израиль какой-то там избранный народ, надо ему туфли целовать, он будет там у Бога где-то там в особых местах. Человек не знает Бога, не знает истины, не знает любви. Любовь никого не разделяет. Когда вы в это погружаетесь, когда вы этим становитесь, а это невозможно без любви ко всему мирозданию, тогда вы все это, конечно, понимаете. У вас вообще вопросов нету. Там Израиль какой-то. А кто в кем, какая кровь течет-то. Полно евреев, которые все, знаете, Израиль воспринимают как будто прям вот такой святой народ Божий, действительно, они прям все в какой-то кормушке, ни с кем не общаются. Со времен Иакова, Израиля так называемого, евреи куда только во все тяжкие не бросались. Да. Отрекались от своих семей, уходили и жили своей жизнью, и знать не знают свою кровь, и потом это с кем-то, эта кровь уже в ком только не течет, мы знать не знаем в ком какая кровь. Да. Вы думаете, все евреи, вы прекрасно понимаете, что есть евреи, а есть иудей. Иудей, это кто такой? Кто исповедует иудаизм? И, кстати, там может быть и кто? И язычник, и грешник. А евреи это лишь нация, вроде как там по обрезке, по всему, но я вам уже сто раз сказал, еще раз повторю, последний раз, что полно людей, которые не знают, что в них течет еврейская кровь, потому что точно так же просто уходили, им это не нужно. Полно евреев, я лично знаком, я это сто раз в интернете видел всякие тоже люди, ну-ка, я люблю все документальные вещи, люди, когда историмся, я вообще люблю жизни людей, которые ненавидят там свой этот весь иудаизм. Полно евреев, которые близко к иудаизму, они не ходят ни в какие синагоги, ничего, вообще они ничем от других, но они знают, что они вроде евреи, я говорю, а дети уже их не забудут, они вообще с этим не насуются, не ведут никакую там, они все это древо выкинули, она или он там, женились как они говорят на язычники, их естественно оттуда, потому что евреи должны жениться только на евреях, да, Израиль, кто знает, да, их оттуда, всех естественно, их и семья зачастую обрезает, и они говорят, ну и правильно, вы меня обрезали, да и мне это все даром не надо, и уже там через поколение никто не знает, какая в ком кровь течет, кто такой Израиль-то, да, он сам-то знает, что он, так скажем, часть этого, в нем кровь израильская течет, да и полно людей на земле, которые знать не знают, евреи, как и любой народ, живут по всему лицу земли, в каких-то городах, странах и народах не живут, я говорю, да и там, и мягко скажем, далеко не все там, да, находятся в этой общине, из нее никогда не выходят, полно людей, живут свободно, и об этом вообще не загоняются, все это свое израильство не ставит ни во что вообще, то, что в них там есть какая-то еврейская кровь, вот и все. Так что вот так вот, вот я вам привел пример, рассказал все это, это все отвратительно, это все доводит, это вот это вот доводит вот до такого же, все, что вы знаете, сколько я лет обличал тот национализм, патриотизм, и до чего мы видим расисты докатились, да, то же самое приводит и вот так называемый национализм во Христе, все то же самое, что эти православные насуются своим православным, вы знаете как, святой народ Божий, Москва, Третья Рим, вот они до чего докатились, до этого вот национализма во Христе, знают они Бога, нет, они могут его именем парировать, да, с его иконами ходить, с крестами обвешаться и все комнаты вокруг, да, у меня тоже есть изображение, и все, да, на одно дело, согласны ты ли этому живешь, все это внешнее, оно тебя никак не спасет, если этого нет внутри, а по делам-то есть это внутри, когда Гундяев, так называемый, патриарх РПЦ, да, во все горло вопить, что все, кто там сдохнет, да, якобы защищая родину, да, а там подыхают отморозки полные, начиная от дворовых алкашей, которых собирают и таких же расистов, конченных нацистов зачастую, которые там воюют, заканчивая прямо зэками, которые сами сидят по десятками лет за убийства, за жестокие убийства, за массовые убийства, с извращениями, с жестокостью, еще там убивают, им еще все грехи прощаются, что изредит, что исходит из этого поганого рта, воспаляемого от гиены, как Иаков говорил, грехи им все простятся. Так этот же Хунгяев всю свою карьеру и этот национализм и взнуздовал во всем своей, во всех, в адептах всей своей православной секты. Ну, естественно, то, что он сейчас несет, никому даже слух не коробит. Ну, я имею в виду из членов секты этой, да. Вот так вот. Никакого национализма во Христе быть не может. Нет во Христе ни эллина, ни иудея, ни раба несвободного, ни еврея, ни язычника. Все во Христе. Люди делятся только на два типа. Добрые или злые, если хотите святые и грешники, божьи и дьявольские. В этом плане только жизнь человека определяет его сущность. И наоборот. Сущность проявляется в жизни. Тут и так, и так. Тут этот замкнутый круг курицы, яйцо, Бог или материя, да, или его мироздание. Да, я сначала слышу о добрых делах, но пока я только услышал, это не стало моей природой. Я пробую сделать дело любви. Делаю. И понимаю, какой это кайф доставило тому, кому я сделал, и какой кайф мне. Это стало моей сущности. Я уже сам хочу. Сначала только я услышал, попробовав, не зная это. Точно так же, как Адам с Евой впервые познавали мир. Точно так же, как я не знал, и Адам с Евой не знали, что такое зло на опыте. Да, Бог им не сказал, не сказал им, не делай этого. Но одно дело сказать и услышать, ну а что будет от этого? Ну сделаю я вот это. А что дальше? Они не знали ни что такое хорошо, ни что такое плохо на опыте. Да, только на словах. Поэтому сначала, конечно, вера от слышания. Слышание от слова Божьего. Начало, да, я как бы слушаю. Но это только мой мозг, как кто знает, я эти видео записывал, которые постоянно рождают какие-то мысли. Да, за это я не греховен. Мысли сами по себе не хорошие, не плохие, пока не прошли грань материи и не явились в оплате в виде слова или дела какого-нибудь, посредством рук, ног и чего там дальше. Да, наизобретало человечество ножей, ручек, молотков. Да. Так что, вот так вот. Вот такое вот мое видео по поводу всего этого Израиля, всего этого и богоизбранности. Все это чепуха. Евангелие читает только Иоанна и вырванные места из Павла, чтобы оправдывать лживое протестантское это учение о спасении. Поверь, это чепуха. Выкинуть Нагорную проповедь, выкинуть все Евангелие от Матфея, это отвратительно. Это богохульство и хула на Святого Духа и на самого Христа, отречение от Христа. Они в это верят, называют себя христианами, ждет не то что Второго Пришествия, а вот когда вознесется, восхитится ко Христу. Никто такие не восхитится, а как Иисус сказал, они обманутся. Люди, не живущие в любви, не знают Бога. Иисус им скажет, отойдите от Меня, чтобы вы там именем Моим не творили и не проповедовали спасение по вере. Вы не знаете Бога, потому что кто не любит, тот не познал Бога. Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok